мы нашли вот такую полянку тут он бревно лежит старое-старое так и на газовой горелке разогреем у нас есть два борща компания унис один борщ украинский с куркою а другой украинский борщ с фасолою а и на второе у нас тоже компания унис каша гороховая зи свины на и открываем так разогреваем одну баночку это борщ с курицей состав входит вода пытна буряк столовый свиже картопля свиже капуста белоголова свиже морква свиже квасоля тут соответственно мясо курки 6 процентов цибуля рипчаста свиже томатная паста улья солнечника рафинована дезодорована корень селеры сушеный силь кухонна цукор белый регулятор кислотности оцеп паприка сушеный крип сушеный перы червоный меланый лавровый лист вот уже больше один у нас разогревается я думаю они одинаковые по вкусу не знаю что здесь есть курица а там по соль на вкус он такой кисло-сладкий как по мне соли не хватает ну я хочу сказать что очень очень таким вкусный борщ получается так эту баночку мы даем жене а сейчас разогрею вторую отойди огонь греем вторую порцию тут несмотря на то что написано две порции не знаю 500 грамм мне как бы мне это одному аккуратно ну-ну-ну огонь ну на вид эти два борща одинаковые тут наверное чуть покраснеет такой чуть побелее тот что с фасолью ну и на вкус я сказал бы одинаковые тоже такой кисло-сладкий жирный что скажешь по поводу супа борщ ой борща да виноват по поводу борща сильно жирный и сильно сладкий я жарю есть соль кстати да те соли не надо да так борщ выглядит поближе вот в нем есть картошка целая морковка капуста второй больше аналогичный то есть как бы не каша а вот тут тут видно волокна мяса мне больше вполне съедобный вот это единственно что он сладковатый то есть я соленая люблю поменялись баночками теперь у меня суп с курицей жена попробовала ой борщ с курицей жена попробовала борщ с фасолью говорит тот менее жирный чем этот этот чуть пожирнее так что еще на банке написано харчеват синность на 100 грамм продуктов жиры 396 грамм белки 191 грамм в углеводы 697 так калорийность 71 килокалорий срок годности 24 месяца я хочу сказать что ну я хуже ожидал от этого от этой консервы от этого борща но я хочу сказать что очень-очень достойный и очень вкусный борщ каша горохова тоже компании онис я неоднократно ел уже эту гороховую кашу поэтому сразу могу сказать она вкусная и в холодном состоянии и соответственно гораздо вкуснее когда она горячая вот такой имеет она вид единственно что она очень жирная вот она такая как бы не сухая вот видите и в ней ну много мяса то есть в принципе банкой можно пообедать не то чтобы наесться но баночки хватит чтобы утолить голод есть вот каша не как в пюре есть цельные зерна но они все разваренные все хорошо разжевываются и кусочки мяса он бежил без ничего как бы перекручена или мелко ну рубленая вот мясо включаем сейчас еще подобедаем она соленоватая йода солевать не стоит и в меру меру перченая так сейчас прочитаем на банке каша горохова зі свининой склад свинина снежилована подреблена 37 и 7 процентов вода питна горох колотый 18 процентов жир свинячий цибуля рибчаста пассирована не знаю что это означает силь кухонна перед черный лавровый лист перед жеванием розе гриты да впервые услышал это слово если честно масса 325 грамм фирма онис срок годности я пока не нашел сделано одесской области но тоже наверно года два так что скажешь про каши все мы наелись вот и теперь идем домой впереди еще километра 3-4 пешком идти что скажешь по поводу каши и борщей потому что каша гороховая оказалась совсем не гороховой она больше похожа на картофельное пюре реально очень вкусная я настолько не ожидала чтобы может быть гороховая каша такой вкусной а а борщи вот тот который был с фасолью он жиже но он больше на борщ похож а вот тот который был с куркою он был очень жирный и было ощущение что там соус добавлены то есть она густая сама консерва и вот все таки именно больше с фасолью понравилась но все равно вкусно наедно я думаю что вполне если где-то так вот ее покушать то вполне ее достаточно до для одного человека на двоих делить ее нету смысла потому что не ну не наедаешься не уталяешь голову